Итак, заранее предупреждаю, если вы креационист-младоземельщик или диванный конспиролог, а также просвещенный в кавычках сторонник ламаркизма, то выключайте-ка видео как можно быстрее, вам здесь не рады. Своё ничтожное мнение о том, что эволюция не доказана, можете написать в комментариях внизу, и вполне возможно я даже увижу ваше несомненно важное и ценное мнение о состоянии биологической науки и о том, что учёные скрывают. Хотя, конечно же, увижу, я ведь часто захожу в комменты, к себе в комменты. Что ж, теперь когда глупые животные отсеяны, приветствую думающий народ, вы ждали этого ролика уже слишком давно на самом деле. Что ж, видос о Левиафане стал хорошо набирать просмотры, и поэтому я всё-таки решил закрыть для вас сразу два гештальта. В этой серии роликов мы добьём эволюцию китов до конца. Не в этом ролике, а в серии роликов. Почему вообще именно киты? Да, просто потому, что их эволюция известна достаточно детально, причём настолько, что любой кричащий о разумном замысле и земле возрастом в 7 тысяч лет подавится и уже никогда не сможет отдышаться. Ну а раз мы тут всё-таки из себя диванные антиклерикалы, то не будем откладывать сие действия в долгий ящик и начнём с азов. И нет, шуточек про азов в этот раз не будет. Зачем повторяться? Кстати, советую приготовить ушки и мозги, сейчас будет парочка абзацев с большим количеством умных слов на латинском языке, но я думаю вы тут не ретрограды собрались, а силите, да и к тому же по всему этому непотребству будут схемы и картинки. Короче, желаю не вымереть за эти несколько минут введения, поехали. В общем, весь экшон, если честно, начался в самом конце юрского периода, когда ранние эутерии современного типа, наконец-то, отделились от общего ствола ранних мезозойских млекопитающих. И уже в этот момент начались те самые эволюционные бурления, которые и приведут к появлению первых современных групп этих мохнатых жверушек. Но о деталях этих бурлений мы поговорим в ролике об эволюции ранних млекоп, так что ставьте лайк, если хотите ускорить сей процесс. Сегодня же невозбранно перепрыгнем прямо в тот момент, когда эутерии определенно решили разделиться на две больших группы, на Атлантогенат и Бориоэутериев. В составе Атлантогенат начнется формирование таких групп, как Ленивцы и Броненосцы с одной стороны, и, конечно же, Слоны, Сирены и Даманы с трубкозубами с другой стороны, которую на данный момент называют Афротериями, если что. И, как видите, герои нашего сегодняшнего ролика, китообразные, явно не вхожи в эту группу наполовину вымерших эволюционных неудачников. И правильно. Что ж, теперь двинемся к Бориоэутериям. Там тоже не всё так просто. Собственно, Бориоэутерии делятся также на две группы. В первую входят зайцеобразные грызуны, приматы и всякие шерстокрылы, и зовётся группа эта Эуархонтоглиры. Причём здесь, видимо, биологам было дико лень придумывать название, и по факту Эуархонтоглиры делятся на, собственно, Эуархонтов и на Глиров. Как будто кладограммы писал капитан очевидность. Собственно, это наша группа млеков. Мы к ней тоже принадлежим, и наши приматоподобные, протоприматные предки. Именно в составе этой группы в конце мелового периода решили повыпендриваться прогрессивно и, как им казалось, способностью лазать по деревьям. Очевидно, что динозавры умели это делать в разы лучше и куда более координированно. Но динозавры, как вы понимаете, немного дропнулись в момент прилёта космического большого и пушистого полярного лиса, что открыло огромный простор для этой группы млекопитающих в сторону последующей деградации. Нужно ведь придумать сотню богов, теорию плоской земли и всякую неработающую хрень, типа коммунизма, например. А для этого, как ни странно, нужен высокоразвитый мозг. Так и началась эволюция человека. Ленин и анальные суппозитории прилагаются. Кстати говоря, тут немножко своими словами. На канале DS Astra я вместе, собственно, с автором канала Дмитрием Селезнёвым решил провести, или он решил провести, не знаю, короче, был у нас коллаб. И там рассказывается про кометы и всё, что с ними связано. Так вот, там участвую я, как вы поняли, и моя часть, растянутая практически на 12 минут, это история той кометы или астероида, который упал на нашу планету 65 миллионов лет назад. И к чему это падение привело? Советую глянуть по ссылочке в описании, по ссылочке в группе, по ссылочке в сообществе на ютубе, вариантов много. Можете просто в описании. В описании, на самом деле, проще всего. Ладно, продолжим. Вторая же группа Бориоэутериев, Лавразиотерии, оказалась чуть ли не самой успешной группой позвоночных сухопутных животных за всю историю эволюции этих самых позвоночных. Ведь по итогу-то сюда входит конская по своим размерам и настрадавшаяся от молекулярных биологов группа млеков, которая называется старым термином «насекомоядные». То есть там всякие кроты да ёжики с землеройками. Сюда же определённо входят все парнокопытные, начиная от бегемотиков и заканчивая твоим козлом бывшим. Кроме того, сюда же входят и представители давно уже расформированного таксона непарнокопытных в виде всяких лошадок, носорогов и топиров. Не примену заявить, что летучие мыши, как единственные млекопитающие, способные гадить в полёте, тоже вполне себе базальненько обосновались в Лавразиотериях. Да и панголины, собственно, в эту кучу тоже идут. Я уже молчу о том, что представители клады корневор, то есть медведи, гиены, псовые, кошачьи, все находятся в этой сверхуспешной кладе и по сути являются вторыми по опасности млекопитающими после человека, собственно. Но вот мы такие умные, раскидали, значит, классификацию, молекулярная биология, палеонтология, рулят, в общем. Где киты-то по итогу? А киты как раз-таки, как это не было бы иронично, находятся тут, вот прям между бегемотиком и тем самым козлом. Пути господни неисповедимы, не так ли? Что ж, самая сложная часть закончилась. Можете выжать футболку или трусы, а кому-то, возможно, даже понадобится сменить вероисповедание. Продолжим. Теперь, после такого странно-дикого введения, где мы разобрались чуть ли не со всеми таксономиями современных терриев, нам бы неплохо, конечно, понять, а где на данный момент молекулярные биологи и генетики расположили китообразных среди парнокопытных. Ведь, в конце концов, это немного контринтуитивно, роднить какую-нибудь косулю и дельфина, а значит, нужно бы и сделать какой-нибудь бэкграунд и в этом вопросе. Что ж, не могу вам в этом отказать, тем более, что эволюция китов на самом деле оказалась куда более запутанной, чем казалась палеонтологам буквально 30 лет назад. И началось всё с мезонихи ещё в раннем палеоцене. Эта группа животных является одной из трёх крупных веток ранних фериунгулат, и, по сути, на момент сначала палеоцена и до конца эоцена, именно эти животные заняли нишу мегахищников, местами разделяя её с гигантскими журавлеобразными и гусеобразными птицами. Ну, там, знаете, диатрима, всё такое. Самые ранние настоящие мезонихи известны ещё из раннего палеоцена Китая, где они, скорее всего, и сформировались как клада буквально сразу после вымирания динозавров. Под давлением мезонихи и ранние креодонты, а также предки современных кошек и собак, корневоры, ушли в осадное положение, питаясь мелкой добычей и чуть ли не насекомыми, а ранние всеядные парнокопытные, немудрствуя лукаво, тусовались в лесах и зачастую рядом с неиллюзорно большими лесными озёрами, что через некоторое время разделило экологические ниши этих животных и привело к выделению группы под названием Раэлиды. Раэлиды появились где-то между 60 и 55 миллионами лет назад, скорее всего, в районе южной оконечности азиатского континента на территории Индии и Пакистана, где, собственно, и был обнаружен один из их представителей, Индохиус или Индохиус, вот тут уже точно не скажу. Это маленькое парнокопытное животное демонстрирует первые признаки китообразности в строении челюстей, уже имеет уши, приспособленные слышать под водой. При этом кости Индохиуса вот уже довольно тяжёлые, что, очевидно, хорошо помогает в плане погружения под воду. Вспомните, как плавал тот же диплодок, например, когда тяжёлая шея притапливала переднюю часть тела на дно, но при этом лёгкие подвздошные кости с воздушными камерами и брюшные воздушные мешки, наоборот, заставляли заднюю часть животного всплывать, как только задние ноги переставали касаться дна. Таким вот странным образом, задом кверху и перебирая передними ногами по дну, ну, а эти самые диплодокии плыли. Да и не они одни на самом деле, это, в общем-то, проблема стандартная для любого четверногого динозавра, ну, разве что спинозавров стороной обошло, но они-то типа полуводные, очевидные адаптации имеют. В общем, Индохиус как минимум умел правильно плавать так, чтобы никакую часть не перевешивала и никакая часть излишней не всплывала. При этом не просто плавал, он действительно по-нормальному погружался. При этом строение морды всё ещё не показывает его приверженности к рыбной диете, да и изотопный состав костей намекает, что питался он всё-таки на суше и всё-таки растительной пищей, возможно, плодами. По крайней мере, православно наклюкаться под бродившей вишней куда веселее, чем есть сырую рыбу со вкусом болота. Так что его выбор я одобряю. В общем, экологически получается почти капибара, довольно мило. Выходит, что прыжок в воду для ранних роелид это не какая-то там адаптация для перехода в новую среду обитания, а скорее всего просто способ свалить от нападающей на тебя из кустов мезонихии, и не более. Не собирались чуваки делать никаких таких великих свершений, но всё, как всегда, пошло не так, как ожидалось. Так уж вышло, что роелиды вымерли в оцене, дав начало парочке мертворождённых малочисленных родов, но при этом и породив в районе побережья мелководного океана Тетис группу свакоподобных копытных под названием Пакицеты. По сути, это была чуточку более продвинутая версия ранее описанного эндохиуса, и при этом жили эти животинки практически одновременно с эндохиусом. В одном месте в Пакистане примерно 52 миллиона лет назад. Как так получилось, что предок и потомок жили одновременно? Да никак, в этом нет ничего удивительного, это раз, а два, это надо поменьше верить Википедии, которая называет первым китообразным именно эндохиусом. На самом же деле, сам по себе эндохиус к происхождению китов имел настолько же косвенное отношение, как археоптерикс имеет отношение к происхождению птиц, то есть никакого. Как и археоптерикс, эндохиус уже во времена своего существования представлял из себя живое ископаемое, жизненную форму, которая вымерла за 8-10 миллионов лет до него. Так сказать, чувак просто не особо-то эволюционировал и сохранил верность традиционному для своей группы строению тела. А вот его более ранние и более расторопные родственнички эволюционировать не останавливались, что, собственно, и привело к появлению Пакицета или пакистанского кита. Если честно, с виду он был больше похож на собаку, чем на кита, разве что, видимо, Пакицет уже начинал из типичной для ранних порнокопытных всеядности переходить в хищничество, связанное с ловлей рыбы и других мясных тушек небольших размеров. Кстати, именно в этой группе начинает повышаться значение хвоста в движении под водой, но плавник на нем еще не появляется, и Пакицет так и остается чем-то вроде земноводного млекопитающего. Но наш собакоподобный кит еще не способен был представлять собой грозного водного хищника, ведь эта роль полностью была передана его родственникам Амбулацетам. Самые ранние Амбулацеты жили практически одновременно с Пакицетом и Эндохиусом примерно 53,5 миллиона лет назад. Как такое может быть, я объяснял уже выше. Это были уже в своей основе прямо-таки крокодилоподобные животные с сильно увеличенной головой, которые, скорее всего, подстерегали свою добычу на берегах рек, а иногда и уплывали за активной рыболовлей в прибрежные моря Океана Тетис. Без особой надобности Амбулацеты на сушу уже не выходили и оставались всю жизнь в воде, причем роды, видимо, тоже проходили в водной среде, но это не факт. Именно эта группа окончательно выработала локомоторный тип движения в вертикальной плоскости, который и стал использоваться всеми современными китами. При этом лапы использовались сугубо лишь для маневрирования. Интересно то, что, видимо, эти протокиты избегали конкуренции с пресноводными крокодилами, и дальнейшая эволюция китов сделает их именно салоноводными обитателями. Так что архозавры даже после вымирания динозавров могли оказывать сильное влияние на эволюцию млекопитающих, видимо, редактируя вектор развития своим конкурентным давлением. Хотя, с другой стороны, много ли тогда было в Индии крокодилов? Следующей ступенью развития можно считать ремингтоноцетов, которые появились примерно 49 миллионов лет назад, и, видимо, первыми смогли из азиатской колыбели китообразных добраться до Египта уже в среднем эоцене. Похвально, достойно, уважаю. Кроме этого, ремингтоноцеты первыми запилили специальную жировую подушку в челюсти для улучшения подводного слуха, а также еще сильнее удлинили челюсти, что, очевидно, указывает на постоянно рыбоядную диету. А уплощенный хвост этих животных помогал еще активнее передвигаться в воде. Так что, как видите, буквально с момента появления первых полуводных раэлит 60 миллионов лет назад, уже к середине эоцена, около 45 миллионов лет назад, китообразные прекрасно смогли распространиться во всех своих формах на множество морских экологических ниш. При этом в каждой новой группе, как происходила дальнейшая эволюция на усложнение специализации к водной среде, так и видовая радиация у прибрежных видов, которым жизненного пространства хватало и без всяких там лишних эволюций. И если уже примерно 50-45 миллионов лет назад и раэлиты, и пакицеты, и амбулоцеты остановились в своем развитии, заняв нишу полуводных животных береговой линии, то отделившаяся от них буквально 49 миллионов лет назад группа протоцетов со статусом квобыла явно не согласна. Протоцеты полностью переходят на практически полный водный жизненный цикл и становятся первыми китообразными, тазовый пояс которых наконец-то отделяется от крестцового отдела позвоночника. Теперь эти животные уже не могут худобедно ходить по суше, что могут позволить себе те же амбулоцеты, но кто бы жаловался, если улучшенная способность к плаванию наконец-то позволила китообразным вырваться за пределы берегов океана Тетис и рвануть в Северную Америку и Европу, как будто бы там было мало беженцев из Пакистана. Как видите, эволюционный тренд по сваливанию в Евросоюз и США прямиком из стран третьего мира был в моде уже в ЭОЦене. Правда, в те времена довольно трудно было все проблемы свалить на евреев, так что все спустили на тормозах. Кстати, протоцеты настолько прогрессивные, что рождались уже всегда и сразу в воде. Были обнаружены скелеты майяцета возрастом в 47 миллионов лет назад, где отчетливо видно, что детеныш рождается головой вперед, как у современных китов и вымерших ихтиозавров. И вот примерно 41 миллион лет назад киты наконец-то смогли стать первыми крупными макрохищниками планеты после вымирания мазозавров. В экваториальных широтах мирового океана появляются первые базилозавры, дарудоны и первые киты современного типа. Но об этом в следующей части, а то и так на 15 минут растянул видосик. Вы можете помочь выходу новой части, поставив лайк и оставив комментарий. Ссылочки на внезапные донаты и патреоны там тоже в описании. Также в описании есть ссылочка на мой совместный видосик с DS Astro. Так что спасибо за то, что были здесь все время и до следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»!